здравствуйте дорогие друзья усаживайтесь подобнее сейчас почирикаем за смартфоны вот у меня два компа теперь кручу верчу разобраться хочу нашел такую портянку спортивную короче это подложка но это как подложку используют на руку такой бандаж типа так сейчас снимаем iphone в таком чехле он и подходит под мой фитнес браслет так выковыриваем его оттуда оттуда и сейчас у нас будет простой тест по бенчам так сейчас смотрите сколько ночи 2 часа 22 минуты ночи пришел с ночной тренировки с ночного велопатруля еще покатались пропатрулировали улицы все спокойно правонарушителей никаких нет родной город может спать спокойно так в общем смотрите обратите внимание все смартфоны заряжены до 90 процентов и на всех включена максимальная яркость экрана то бишь автоподстройку яркости я отключил смартфоны которые у нас будут принимать участие а кстати вот такую фишку надо еще сделать съесть растишку так режим жим жим оптимизация игр отключим здесь на всякий случай ну мало ли чтобы как бы побочно это не влияло разложил я их неспроста вот так так сейчас сейчас соберу с мыслями ну все в общем все фоновые приложения закрыты все они заряжены 90 процента да все фоне ничего не висит нигде почему я их разложил так слева направо это iphone 7 сейчас приближу немножко камеру подкрутим штатив такая штука как машина раньше заводит собственно почему их разложил так слева направо процессоры везде одинаково хорошие ну естественно тут тут и тут они отличаются этих двух snapdragon 820 процессор максимальный видеоускорители здесь одинаковые тоже здесь другой power wear серия тоже очень мощная классная серия собственно говоря падайте ускорители даю пара сад и запарен устанавливают ском два часочка какая-то фигня не могу понять что он предлагает волком тухая да согласны я согласен так ну что за на так все извиняюсь отвлекся короче дело к ночи почему так они лежат 2 гигабайта оперативки 4 гигабайта оперативки 6 гигабайт оперативки вот мы сейчас прогонимся в бенчах на всех включена максимальная яркость максимальная шкасть на всех стоит передалете к режим на всех включим сейчас вай-фай вот что нужно было сделать непривычно что по-разному это делается но что офигенно круто я жгу смартфоне ван плюс 3 что можно выдернуть в любом месте в лжишки почему-то так это и не сделали не знаю это конечно не об этом что-то там вау киллер фича но тем не менее так поскакали будет у нас бенчи ну собственно хотите можем глянуть информацию о том или ином смартфоне так сейчас приближу вам еще чтоб все смартфоны попадали в кадр все штатив пошевелим вот так так бреки кекс так что же там показать вам что же показать по экранам собственно говоря здесь 47 то ли 46 в айфоне не помню точно здесь 5 и 2 здесь 5 и 5 дюймов самое маленькое разрешение это здесь и ждешное разрешение короче можно сказать и ждешка в айфоне в айфоне здесь самое большое клад и ждет четыре раза больше чем здесь и здесь full hd то бишь айфон по идее напрягаться будет за счет разрешения маленького меньше всех больше всех будет напрягаться lg g5 и очень себя хорошо вальяжно будет чувствовать думаю вам плюс 3 потому что у него и в три раза больше оперативки чем у айфона и разрешение у него не такое большое как вам просто это не то бишь все xcom 2 установился слава богу как я долго хотел поиграть в эту игру не мог поиграть на своем старом компьютере пошли херовенький ком был слабенький так собственно говоря что показать систему давайте глянем не знаю как здесь тут видите немножко разница все ван плюс 3 фаблет ветер позиционирует его фаблет а здесь почему-то тип устройства общение показано от страна ведь android этот и тот смартфон на одном что показано другом это уже не отображается центральный процессор процессор анкнов неизвестен от красавцы общение здесь вот видите по четко написано qualcomm сам дракон 820 14 нанометровая технология там и там ну ладно собственно говоря короче это не суть важно это и до 64 можете посмотреть загрузить на свой девайс тут и так про эти девайсы все все знают так ладно поскакали запускаем первый бенчер бенч бенч везде соглашаемся быть счастливыми так ран 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 не достанься мусорам так ну смотрим проснулся давайте пока проходит я поставлю на паузу и под конец уже запрещу так тесты подходят к концу и как ни странно я думал честно играли фунтам будет рвать и бить копытом ну вот вам плюс 3 пожалуйста по моему сейчас первый придет ну собственно говоря их и запустил справа налево поэтому айфон был в конце вон плюс 3 был самом начале но смотрите через камеру в принципе более меня правдиво передают что-то здесь синий цвет на экранчике amoled а конечно какой-то прямо шух перенасыщенный а это экраны кстати матрица amoled я не сказал в начале это матрица и ps обоих девайсов обоих смартфонов я вообще честно говоря не люблю что сейчас идет ассимиляция русского языка всякими идиотскими выражениями там словами вот это девайсы вот вода проходит честно говорит ассимиляции не только сейчас нет он идет очень давно еще вот мы с дедушкой общались дедушке 8 лет и мы с ним общались пару лет назад там говорили про систему очистки воды городскую он не рассказал такую фишку то что есть ступенчатая система очистки но она из многоступенчатая состоит а есть в прямом смысле ступенчатая короче ступеньками так выложены как большая большая лестница ступеньками по ней вода скатывается бьется короче и наполняется воздухом и называется этот процесс аэризация то бишь аэр опять же от английского слова воздух почему я не знаю почему вот это все такая ассимиляция идет сильная русского языка иностранным языком и сейчас в последнее время тем более девайсы гаджеты хуяджет вот это все названия мне эти конечно неприятно ну ладно бог с ним я честно говоря сам являюсь этим носителем этого вируса он сам не да не то скажу это девайсы там так ладно короче смотрим смотрим но меньше всех набрала л джишка по оверолла 2146 второе место серебро это бронза получат это серебро получает у нас one plus three 2468 и конечно iphone здесь молодец 2805 набрал дрюхнул всех так выходим поскакали дальше какие нас там еще меньше остались antutu мы оставим напоследок давайте запустим geekbench согласен так но там собственно говоря показывает всю информацию здесь о смартфонах а что-то я забыл как запускать а вот ран ран написано здесь как на айфоне ой ребята что-то я туплю подождите как на айфоне запустить муж цепку нажать или помыли что тут нажать на на странно надеюсь это все одно и то же сейчас поставлю на паузу потом под конец опять включу а кстати фоне прочитал там написано короче что тест может занять от 20 до 20 минут до полного окончания как-то этот тест вальяжно проходят гиганты гигантофона эти все прям странно вот айфон это все мать с проходит должен быстрее всех проходить не знаю посмотрим как сейчас эти прям нога в ногу ноздря в ноздрю идет lg g5 и вам плюс 3 по использованию этих смартфонов что могу сказать могу сказать наперед я конкретно сниму потом по энергии по эргономике как он мне больше нравится как он меньше нравится ну как бы знаете честно скажу что конечно чем меньше аппарат тем для одной руки в использованиях он удобен но опять же вот в такой ориентации в горизонтальной играть в игрушки на айфоне 7 посмотрите вот вообще так держишь думаешь нормально когда берешь руками вот перекрываешь все конечно же здесь удобнее играть на lg g5 а еще более удобнее играть на ван плюс третьем потому что в такой ориентации горизонтальная них играть просто сказка так ну тем не менее iphone по моему часы и друг нет опять по прохожу по крайней мере может не по баллам но по прохождении скоростному этого теста вот этом смотрю же серая шкала заполняется синий почти уже там процентов 90 наверно это ребята я кстати не сказал затупил это же новый гигбенч 4 я думаю что он так долго проходится вот сейчас только на днях вышел новый гигбенч 4 это вот новый гигбенч посмотрим я что опять же косяк в apple мне пришлось его покупать за 75 рублей эту программу а здесь он бесплатный так но iphone быстрее всех прошел получается эти сейчас спасибо процентов получается на 30 процентов быстрее прошел айфон чем его оппоненты ну ждем из клана краснолицых зеленохвостых посмотрим чем зеленый гопот ответит пишет 1 октября 2016 год 2 часа 3 4 ночи насколько я помню вообще вот это 3400 это очень хороший показатель потому что android смартфоны флагман набивают от 1600 до 2000 кажется насколько мне не изменяет память может сейчас я ошибся а может в гигбенче 4 уже что-то будет по-другому показаться не знаю сейчас посмотрим мультикор тоже выбил он по моему больше чем android смартфон и 541 по моему 5000 даже 6000 какой-то android смартфон бывает я участвую они часто что не помню давно уже не устраивал меньше да шо ж так долго ну все слава богу проперделись так слушайте но эти прям одинаковы с яйца два брата из ларца так по 1684 1688 сингл корр они набирают и немножко больше мультикор я думаю за оперативки за того что и из-за того что у него разрешение меньше набирает вам плюс 3 чем лгж 5 но даже 5 очень тоже хороший результат по сравнению с этим а так конечно этот их раз топтал блин по сингл кору iphone 7 да блин что-то меня не радует результат один моих android смартфонов ну ладно так они показаны вот за сколько они прошли этот тест они там нет такой информации нигде там потому что вы здесь здесь показано подождите где-то вот но здесь показано здесь почему-то нихрена не показано на android смартфонах ну ладно не суть важно выходим и обратите внимание что я не остается это все висеть фоне я специально не закрываю давай посильнее нагрузить смартфоны потому что это бы не какие-то безделушки все хорошие флагманы мощные так ну и последний тест запускаем antutu чего программа тут у меня запрошено решение на отправку этом да давайте разрешить так вот смотрите этот я еще ни разу не тестировал то бишь iphone 7 эти уже тестировал версия везде одинаковые 62 версия стоит так давайте как же нажать одновременно это раз два три подождите как же так подождите так раз два три блин так то у нас там такой громкий а здесь тогда так я не понял что-то дебил не запустился что ли лжи ну падла тупень ну короче отставание будет лучше уж извините блин так получилось то извиняйте дядьку давайте посмотрим насколько плавно подходе проходят все тесты пошли мне что-то кажется что потеря в песне большая наблюдается в лжи но опять же не стоит забывать что в лжи не столько оперативки сколько вам при встретим и у него экран в четыре раза брен напрягает сильнее систему чем у того же айфона потому что у него qt hd экран здесь hd экран у айфона 7 и у этого он плюс 3 full hd экран покажу вам что это айфон 7 а то подумайте тестирую там старый айфон 6s дабы припозорить айфон да хотя честно говоря айфоны не припозоришь тестами играми потому что они щелкают игры тесты как орешки 6s тоже супер мощный смартфон отлично идет здесь посмотрим как идет гайден этот на парк этот идет садик новом плюс третьем но он просто этим тоже никаких проблем нету лжи лежи же 5 да узнаете по моему проблем ни у кого нету с прохождением данного теста по крайней мере визуально я так особо не наблюдаю потому что кажется на лжи как-то знаете как будто с проситками идет в общем так поправлю их вот так из всех смартфонов которые еще выйдут в этом году мне интересны еще такие смартфоны как новая линейка nexus of которые теперь называются пиксели я не понимаю этот ребрейдинг совершенно на кой хер его сделали но почему зачем называть хорошую линейку устоявшуюся уже серийность приемственности есть из года в год назывались next уны nexus и теперь называются пикселей не вот это тоже не понять конечно вот мне очень интересны пиксели эти новые которые выйдут то бишь nexus и по-человечески говоря и интересен еще такой смартфон как лжи в 20 лучше в 20 честно говоря уже посмотрел примеры видео в интернете там на китайском языке честно говоря немножко разочаровала стабилизация как-то самая лучшая стабилизация у смартфонов это айфоны 6 6s там 6s plus особенно 6s plus и 7 7 plus это из айфонов ну из ios устройств из android устройств мне очень понравилась стабилизация на galaxy 7 и 7g e-note 7 но опять же фишка в том то что ван плюс 3 пишет видео самым большим битрейтом и если вы стоите допустим на месте записывать и стационарно видео с ван плюс 3 4к то он 4к пишет такого качества как не пишет бренд не не iphone не и семьи и семейдж не нот 7 не лжи же 5 у него битрейт самый запредельный качество получается пупена но только при условии если вы стоите на месте пишите с вам плюс 300 или сидя медленно-медленно меня объекты в съемке то бишь нельзя быстро водить там будет а если при ходьбе то это буду по полнейшего плюс 3 в общем у каждого свои плюсы свои минусы мне очень часто задают один и тот же вопрос там подскажи какой смартфон самый лучший по камере ребята но я вот уже сколько раз говорил но нету одного лучшего смартфона примеру недорогой дешевый nexus 5x который сейчас можно купить не рст-шку за 15 тысяч рублей но это для людей у которых там не рубли а доллары но это в долларах там за 250 долларов получается вот так так сейчас подождем пока остальные придут за 250 долларов можно купить nexus 5x так nexus 5x до сих пор фоткает нереально круто и он будет фоткать круто и через год и через два потому что у него опупенный модуль камеры у него модуль камеры sony amx 377 и вспышка называется модуль вспышки крит 90 самая на на мощная вспышка из android смартфонов именно из android смартфонов потому что были windows смартфон и до этого был такой смартфон nokia lumia 1020 там вспышка вообще было вырви глаз прямом смысле если вы смоткаете человека ночью с nokia lumia 1020 тонн на секунду до несколько секунд слеп просто так смотрите здесь кстати опять ван плюс 3 притки китаяшка быстрее проходят чем корейский смартфон надо же ну собственно говоря здесь разрешение меньше full hd экрана здесь q hd и здесь на 2 гигабайта оперативки больше ну собственно говоря опять же тут всего три гигабайта оперативки как он всем под хвост напихал по тестам iphone пока выиграл во всех тестах и кстати это не самое большое показатель насколько я знаю в айфоне not now ставим и сейчас вот смотрим айфон выбил 159 тысяч 141 выпил one plus 3 и третье место опять занял у нас lg g5 постоянно занимал третье место он как-то в гикбенче четвертом новом сравнялся по сингл кору поверх него показали по нижнему куку показателю мультику он проиграл немножко вам просто этим нашгу опять же это за разрешение большого что железо у них совершенно одинаково это за большое разрешение экрана из-за того что у этого разрешение меньше второй плюс у него еще два гигабайта оперативки лишние как мне они не лишние никогда 642 по оперативки но в общем этот злобный черный карлик оттянул всех ребята в общем айфон всем победил так а теперь оконцовка такой а-ля бонус теперь посмотрим кто разрядился из них сильнее всех а вот так айфон 7 разрядился сильнее всех упал на 13 процентов и он нагрелся он не сильно нагрелся но нагрелся ощутимо почему меня спрашивают постоянно ты меряешь руками там некоторые люди кто меня там плохо может знает потому что я уже тысячу раз отвечал на вопрос термопистолетом нет смысла мерить смартфон сколько он там покажет 40 50 градусов 36 38 потому что в жизни мы не ходим с этим сраным термопистолетом мы ходим и ощущаем осезаем тепло смартфона руками так lg5 нагрелся не сильно iphone еще раз iphone нагрелся не сильно он плюс 3 нагрелся насильно нагрелись они все не сильно у них проблем нет с нагревом но iphone просрал им по автономности я сейчас вам приближаю сильно камеру и надеюсь вы все видите 8 80 процентов только что было на вам плюс 379 упала 8 80 80 77 на 13 процентов упал iphone 7 но при этом победил своих оппонентов по всем теста по всем бенчам в общем ну что сказать молодцы apple опять сделали такого маленького монстра ну еще потестируем потом со временем возможно я себе приобрету iphone 7 плюс ну все дорогие друзья принципе все увидели сами делайте выводы сами опять же все в принципе смартфоны из этих смартфонов хороши хорошо все проходили тесты не было никаких критических маленьких показателей смартфонов но опять же да там если учесть geekbench 4 то конечно там iphone просто порвал всех очень сильно а так собственно говоря по всем остальным показателям ну да выигрывать я жгу и опять же вот он показал там 159 тысяч по моему это не максимально на что он способен потому что у друзей у моих там показывал уже 170 тысяч выбивала iphone 7 надо все дорогие друзья все до новых встреч присылайте свои идеи в чем как протестировать еще у меня лично свои идеи еще есть можно протестировать их по камере всех опять же протестировать их по играм протестировать их в играх по автономности насколько будет сильнее жрать батарейку но я думаю iphone будет жрать сильнее всех батарейку у него меньше всех батарейка собственно говоря на тысячу миллиампер у него батарейка развернется по отношению к этим двум смартфонам и протестировать их еще по динамику по громкости с динамикой протестировать их еще по звуку в наушниках но в общем если у вас еще есть какие-то идеи как можно протестировать сравнить эти три смартфон чека опять хотел сказать слово гаджета ну вовремя удержался вот эти слова паразиты конечно ассимилирующие наш родной русский язык буду стараться искоренять в дальнейшем по крайней мере своих обзоров там пускай там все остальные обзорщики называют как хотят в общем собственно говоря если у вас есть идеи хорошие как их еще протестировать что с ними сделать то присылайте ваши идеи пишите с радостью рассмотрю все ладно до новых встреч всем всего хорошего настроения позитивного общения пока пока турунтурунту